Тихо в лесу, только не спит персук. Что-то куда-то повесил он там, вот потому и не спит. Я тут решила записать, как я делаю себе салатик на завтра и на сегодня. Я его сейчас тут мыла и заколебалась уже мыть. Такой продолговатый салатик, капустина, не знаю, как он называется. В общем, нас тут в этом году тетя посадила в саду, и мне тут за работу в саду достался вот такой салатик. В общем, то, что от него осталось. Ну, на самом деле, это вот я отливала листики, и она мне сказала, что там, возможно, будут какие-то мерзкие слизни из-за того, что погода у нас такая хреновая. И вот тут вот такая хрень осталась. Показываю вам. Тарелочка, куда я все зафигачиваю, потому что я подумала в чего-то такое, но потом подумала, что, наверное, на побольше тарелок будет. Тут у нас фасолька, красненькая, в собственном цикле. Она мне сказала, какую-то фасоль надо, я, конечно, хотела, надо было бы уточнить в интернете, или еще там где-нибудь рецепт, но что-то я забыла. И помидорки, конечно, все они не уйдут, но, наверное, большую. А еще майонезик, и, по-моему, в этот салат можно добавлять субхарики. У меня, конечно, есть субхарики, но что-то мне лениво. И специально сделано, или купить, или так. И тут укроп просто, он мне сегодня попался, и я решила, что можно бы его, наверное, тоже добавить. И время я, конечно, не заметила, но примерно так представляю. Такс. А, да, наверное, надо еще было поздороваться. Но так как видос сегодня я снимаю второй, хоть он, наверное, и загрузится уже завтра. Но, ну, привет, привет. Причем, я сейчас буду резать этот салатик. А, кстати, вот ножик-то я и не взяла. Ножик-то я и не взяла, как трагедия века. Сейчас хотя бы сначала сложу основные листики, которые у меня. Баррикады такой, эйферевой башней, вавилонской, или еще какой-нибудь. Не жаль, первый раз такой салатик делаю. Взяла я, значит, тесаки. Один маленький, но острый, другой большой, но острый. Я вообще его не очень люблю, но... Еще какой-то есть, но я не помню, насколько он острый. Поэтому, пожалуй, этим вот. Кстати, про барстука я узнала от тетли до Женькина мама. Ну, мы уже как бы не общаемся. И да, и хрен бы с ней. Не помню, в прошлом видео говорила или нет. Я, короче, сегодня доехала до одного места у нас там на Сульбазе, на Волге. И решила... Получилось так, что народа не было. Я решила рискнуть здоровьем, жизнью, или там типа того, потрогать воду. Слушайте, я знаю, что у нас иногда цветет Волга. В прошлом году даже в Кареге вода цвела. Но шок настолько, что дна вообще не видно. У меня эти зеленые фигни с пальцем даже не это... Долго не исчищались. Я на телефон еще закотала. Не знаю, передалось, что у меня там на телефоне. Уловилась ли эти штуковины на пальцах. Но и саму воду. Так, тут у меня что-то такое. Хотя, правда, не знаю. Вот эти жопки у них тоже надо резать для этого салата. Или только листики. По-моему, кто-то у меня как-то просил видос какой-то. То ли книга еды, то ли как я готовлю, то ли чего-то там я ем. Ну, в общем, я решила, что, наверное, это все из этой же серии. Я типа готовлю. Даже не типа, а готовлю. Те, кто вот от мурашки, должны какие-то звуки услышать. Возможно. Блин. Он хоть как по вкусу-то. Ничего такой. Есть можно. Как бы делаю приятное с полезным. Совмещаю, точнее, приятное с полезным. Не знаю, что именно тут приятное. Приятное, наверное, сделать себе по вкусу. Полезное. ХЗ. Остро. Крепко. Ну, наверное, эти жопки-то совсем крепкие. Лучше можно и не резать. Сюда, скажу. Потом или утилизирую. Или собираю чуть-чуть. Может, сама съем. Чистую. Укроп мешается. Укроп мешается. Может, его порезать. Раз, он под носом все равно лежит. Я в этот раз и посолила укропом. Балышка раньше делала укроп с солью. Добавляешь потом куда-нибудь. Пол-литровую банку. Укроп. И только потом поняла, что он там уже, вроде как, в конницу вошел. И даже немножко посушила. Что-то это, какой-то ножик, который типа острый, не особый и острый. Тут некоторые такие слегка бракованные листья были. Я думаю, их можно будет частично так порезать. Этот вообще можно куда-нибудь. Дурнуть. Я сначала боялась, а их выкидываю. Думала, вдруг там вообще ничего-то не будет нормального. Но такие. Ой, на меня накапало. Мои джинсы стали мокрыми. В общем, там были в большинстве соль хорошие листья. Так, вот здесь какая-то фигня. Крепкие пупки. Опять я забыла поставить на время. Так, тут листик в некондиции. Ага, вообще какой-то весь. Только кончик его. Чай из верхних листочков, блин. Практически. Сколько воды-то напекло. Это мы пока сюда захорачим. Ой, кажется, я слегка матюгнулась. Типа мусор. Я, конечно, вроде как собиралась это сначала сеть. Ну, думаю, и так мне хватит этой капусты. За глаза и уши. Главное сердце. Совершенно тупой нож. Ничего маленький. Что-то так. А, вот он. Да, кстати, каменты с таким этим гауном я сейчас молча удаляю. А еще у меня есть список литературы. Иногда он пополняется от каментов, которые я молча удаляю новыми словами. Я как-то сделала скриншот списка литературы, когда он еще был в разы меньше, раза два, наверное. И скинула Юльке. Юлька так это. Я говорю, узнала много новых слов. Просветилась. Я говорю, я тоже. Узнаю иногда очень много новых слов. Это список, типа, таких ключевых слов. Если в вашем каменте есть эти ключевые слова, хотя бы одно, то ваш камент идет на рассмотрение. Ну, это я имею в виду тех людей, которые там любят высказать свое офигительное мнение в стиле «Ой, зубки!» У вас что, зубов нету? Хотя я подозреваю, у вас мозгов нету. Или встать себе с зубки и будешь человеком. То бишь, если зубов нету, вот у ребенка только что родился, человек, да? Или в старости, когда там зубы выпадают, то это уже или еще не человек. Думаю, на еще одну помидорку резонуть. Там еще какие-то первые такие были. А, девочки мне тут сосрут. Какая-то Суроведина. Еще у нее такая фамилия, я, наверное, правильно произнесла. Не знаю. Исполняем и что. Короче, я в том видео начала говорить. Потом что-то у меня мысли, наверное, скотнули. Я на самом деле, я даже не смотрела, как оно, что у меня снилось. Потому что у меня не было времени. Я срезала конец начала, конец начала. И сшиву. И поставила на обработку, пошла в сад. Вот пришла с сада, поставила на загрузку. Но, наверное, уже там загрузилась. И даже не смотрела, что вышло. Что-то крепкая помидорка. Я когда брала в пятерке вот эти вот развес. Может, что-то в упаковках они были какие-то вне кондиции. Не понравилось мне их состояние. Вид в упаковке. Эти какие-то крептоватые. Хотя, когда брала, мне казалось, что не зрелые. Ну, в смысле, совсем зрелые. Ну, не знаю, как будет. В крайнем случае, поплююсь завтра сегодня. Шкуркой помидорной. Ну, и, в общем, написали мне девочки. Какая-то там девочки. Ну, такие вот. В таком стиле, типа, я им должна по кругу женить. За то, что они меня пару видео каких-то... Что, типа, вот, я передавала приветы. Передаю приветы. Ну, они так написали. Я передавала приветы. И вот должна бы я передать одной там какой-то девочке ее подружки. Это девочки в Ярославле. Значит, ну, и девочки, видать, мы еще с Юркой тогда обсудили, поржали эту тему. Девочки, видать, думают, что они охрененно умные. А все вокруг дебилы. И, типа, того, что вот, ну, передайте. Или это сколько-то там стоит. Или вы бесплатно, или платно. Я говорю, ну, типа, обсудую это платно. Ну, и, как бы, я этим не занимаюсь. Ну, как же, вы же там передавали. Мы вот там видели. Я говорю, ну, наверное, вы невнимательно смотрели мои видео. Потому что, на самом деле, я уже там кот с лишним закончила передавать эти приветы. Я забыла ложку. Ладно, сейчас договорю, потом. Хотя я их слила. Хотя, наверное, все-таки лоб принадлежи. У меня лапа мокрая. Теперь кот у меня тут пытается на стол, пока он бы забрался. Ну, и, в общем, благо ее резать не надо. Я-то, наверное, вот сейчас мойку поставлю, чтобы такие помидорные развода. Вместе с ножницами. Одна помидорка у меня все же осталась. В общем, типа того, что, девочки, вообще, я это, как бы, не передаю приветов. Как так? Мы невнимательно смотрели, наверное, видео, там, они уже закончились. Не надо лопать лилию. Тише. Лилия хорошая. И, скорее всего, несъедобная. Хотя, там у меня, по-моему, практически все ешь. Если какие-то там звуки, то это, видимо, кто-то женится и отмечает это фейерверком. Чтоб все узнали, вот тут это. Теперь официально спим-местер. Когда так. Ну, и я им говорю, что, вот, знаете, девочки, вот, а че за цена, типа, какая? Ну, там они, видимо, каменты-то не то, что невнимательно смотрели, еще и каменты-то хреново читали. Ну, и инфо уже было в группе. Сначала информация на странице каналов ВК, а потом уже, благодаря Юрке, я смс-ку скинула, она тогда написала от лица админа группы, о чем я говорила в прошлом видео, но он перескочил. Как обычно, мысли скачут, когда устал, или типа того, но они у меня и так иногда скачут. У меня несколько в свое время было с друзьями, у которых точно так же мысли скачали, мы друг друга прекрасно понимали. И нас это не раздражало, друг другу, это скачание. Ну, и, в общем, да, у меня тут печенка есть. Печенка есть, которую я завтра с собой пчелую возьму. А еще у меня есть свежевыжатый мед майский. Ну, майский мед, который в июле, себе, так сказать, подоили. Ибо погода, ибо вот как-то так случилось. Ну, в общем, про пчелу я тут не буду сейчас говорить. Может, когда-нибудь запишу отдельный видос, когда-нибудь, когда-то меня просили, наверное, когда-нибудь запишу. Может быть, с подобностью. Ну, и, в общем, эти девочки, я вам говорю, ну, говорю, 500 рублей привет. Вот сейчас объявляю официально. Так, 500 рублей привет. Ну, вот вы там кому-то передавали. Если я кому-то передавала привет, я им объясняю, ну, значит, этот человек что-то мне прислал. Даже тупо письмо написал. Как-то последний обзор был какого-то письма. В смысле, последний обзор писем был как раз от одной девочки. Я ей правила открытку, но по ее словам она, видимо, еще не дошла. Не знаю. Ну, наше отделение, оно вообще сказочное. Я как-то письмо отправила своей подруге. Оно целый месяц шло. Хотя, грубо говоря, до Москвы-то там, ну, недели, ну, 10 дней максимум. Ну, и, говорю, что-то мне прислали. Поэтому я там обозревала и говорю, вот, привет, да. Или что-то я кому-то посылала, как Диане кукол. Ну, и вот тоже упоминаю человека, вспоминаю, если я еще с этим человеком при этом общаюсь, то, соответственно, привет. Ну, и там, если в реале знаю, как вот обычно в видео говорят, что там вот, ну, даже о Валенке там кто-то ей что-то послал. Вот, по ее ссылке как-то я там под видео смотрела какой-то обзор девочек, которых она сама смотрит. Блонди-блогер или что-то такое. Ну, в общем, какой-то там блогер был. Девочка такая со светлыми волосами. Вот она тоже видела, что вам говорила, что вот, привет тебе, если ты меня видишь, что-то такое. Я так поняла, что это принято на YouTube. Ну, и это как бы не относится к приветам. Вот те самые приветы, вот ты должна, вот почему, вот как это так, то все. Значит, что я сказала, тот сын, он говорю, пишу, что вот, типа, тот у меня спрашивал, и я сказала такую сумму, и человек посчитал, что это дорого. Ну, и написала ей, меня, значит, промолчали, прочитали, и тут же банят. Может, не тут же, я увидела, уже потом увидела, что меня банят. Приехала я там в деревню или еще откуда-то. И тут понеслось. Сначала мне пишет какая-то девочка, что-то мне лайкнуло. Постучала в друзья и выстрелала комментарий, такой огромный в прошлом видео, как про это проходило, что типа у меня лицо просто там путь и всего вообще. Выстрелала, хотя я, написала на странице ВКонтакте, что я в деревне, как у меня интернет хреновый, если даже в сети, это не значит, что я реально загрузила страницу, я могу там прочитать ваши сообщения, что на все я отвечу в городе. Ну, я Юрке скинула, мы поофигевали, она говорит, фига, говорит, ее бомбануло, ей говорит, а не тушитель, надо к жопе приложить, цитата. Ну, и я смотрю, девочка, ну, что с фамилией такая, знакомая, затуркнулась. Там, по ходу дела, там три подружки. Одна подружка, это как раз была та подружка, которой надо было передать привет, это первая, которая просила их, и обе скачут у меня на канале. Значит, я сначала думаю, забанить, ну, что банить, постираю, ну, веником поработаю, фигри, пыль там удалю такую, удалила пыль, и вот, у нее даже аватарка такая, что-то там на синем фоне, какая-то хренатень, я не разглядывала, но вот именно синий фон, и вот это суровидина, оно как-то вместе сочеталось. Самое интересное, что с такой фамилией, у меня в реале была девочка, какая-то знакомая еще по школе, ну, вряд ли она смотрит YouTube, вряд ли ей там 12 лет, или типа того, я поняла, что это школьница Ярославской школы, и кто-то там даже писал, что вот типа в реале надо устроить встречу, что типа мы с Аленкой позорим город Ярославль, ее задевают такие каменты, она просит обычно удалить. В принципе, мне-то не сложно, потом, я не люблю, когда мои друзья обсирают какие-то там отбросы общества, которые сами из себя вообще ничего не представляют, даже если что-то из себя представляют, обсирать кого-то там, если этот человек мой друг, то это все, считайте, вы себе приговор подписали, плохой. И какая-то у меня периодически все скачет, 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 и еще самый прикол, что мне пишет какая-то девочка, потом оказалось, что у нее в друзьях вот одна из тех вот девчонок, ну, я не знаю, люди, может, настолько тупые, хотя бы я так поняла, что они очень хотели, чтобы я записала видос, как они меня троллят, и какая бедная несчастная. Она мне что-то вспомнила, это просто по них сегодня одна там что-то высказывала по поводу видоса моего, что родовое полотенце, на самом деле, родовое полотенце, я им голову вытираю, тут что-то достала из шкафа, что попалось, то и сало руки вытирать. Думаю, все равно их стирать потом, что руки, что голову. И они, одна мне пишут, что типа, вот, здравствуйте, там у вас такое видео, бла-бла-бла. Ну, я вежливый человек, ну, она ответила, спасибо всем. Он, а где вы взяли такой ковер, я думаю, настолько тупаешь, что ли, ну, подержала бы как-то это, ну, я уже пролазала по ее странице, поняла, откуда ноги растут, что-то раньше, чем я ожидала, там про ковер, ну, наверное, в магазине Ковров. И тут она мне посылает, девочка лет 12, да, уже такая, полувозрелая девочка, фотку в фалоимитаторах, типа, где его можно купить. Ну, я бы лучше забанила, и сейчас вот, ну, одной, видать, совсем не имется, и она мне все прыгает, и прыгает в каментах. Но, я и так не нравлюсь, что она все смотрит, досконально изучает, и прыгает в каментах. Короче, пойду я за ложкой, взяла эту с ложечки, помыла слегка посудку, и еще это, нажала на кнопочку, типа, загрузилась, сохранилась, и уйдет. Это предыдущий видос. И сейчас я это сюда зафигачу. Если мне это не переесть. Вот сколько сюда майонеза надо. Вообще, наверное, это надо за майонези частично. Часть отложите за майонези, потому что завтра-то я вроде как с утра только поползу. Ну, вот как это теперь перемешать вообще? Чтоб при этом не растерять. Я там уже отолезки камеры стою. В пустых банках, как раз вот у меня на ногтях был вот этот лак, два лака ее и один видит. Вот эти ногти, по-моему, одного лака, остальное красным. И вот этот только новый, а что-то не понравилось мне, как он накрасился. Я его поверх все покрасила красным, а красный такой с брюшками. Это как раз вот из обзора этих подарков в последней нашей встрече с Аленкой и Настей. Ну и первая у меня была основа, это умная эмаль, которая сейчас у меня на ногтях. Правда вот смывается, он не очень вот в уголках ногтей. Краска все-таки вот эта красная, малиновая, бордовая, как она остается. Ну и поверх я тоже эти умные эмали, у меня там вот три в одном, что она основа, покрытие и купить или что-то в этом роде. Копинка. Еще мне что-то так стало переть на эти опросы в этой мелкой группе. А, да, наш же 101 землекоп вместе со мной. С учетом, что у меня там написано, что у меня там 6 друзей состоит в этой группе имени меня канала, а точнее моего. И 6 и я, да, до 7, значит, будет 101 минус 7. 94 подписчика там, да, получается. Ну, не считай, типа, друзей. 94 человека, которых я либо знаю, либо не очень знаю, либо не совсем знаю. Ну, наверное, это прикольно. Я там даже сприншот сделала. 101 землекоп. Аленка его даже лайкнула. Почему я не солю? Солю я потом. Иногда я забываю посолить и ем так, иногда я забываю посолить. И солю в процессе уже поедания, иногда я забываю посолить. Долго соображаю, чего не хватает, съедаю и потом вспоминаю, что я не посолила. Ибо я тут варил пельмени, забыл, что посолил, посолил еще раз, пересолил в результате. И было как-то не совсем. В общем, вот такой у меня салатик. Из капустного салата, не помню, как его звать. Фасольки красные, возможно, там другая фасоль. И помидорки. Еще укропчика, и потом вот это вот. Майонез слабана. Кстати, подсолнечное оливковое масло, вода, сахар, яичный желток, соль поваренная, лимонный сок, уксус, горчичное масло. 375 грамм. Оливковый. Майонез 67%. Природа подарила нам вкус. И этот вкус жизни. Вкусно и полезно. Живоедом. Мне нравится у них этот йогурт, вот этой живой еды, слабодовский. В общем, если вы досмотрели до конца, наверное, тут минут на 40 всей этой трепологии, болтологии, болтовни. Слабода, слабода, на крышке написано и листик такой, желто-зелененький, зеленый ободочек, желтый листик. И, да, если вы досмотрели до конца, то вот вам позитив. Если вы восприняли мои вопли по поводу тех девочек, просто как вопли, ну, поделилась вот, то, что он по жизни идет, да, а не то, как, о, ты обращаешь внимание на хейтеров три девочки, привет, если вы еще меня смотрите и выясняете, где у меня там чё-никак. Смотрите, банка с ложкой, с дырками. Уроснитесь, пусть вам станет плохо. И вас бомбит от моих зубов, моей ненакрашенной кожи лица или еще чего-то, красной кожи лица, или зеленой, нет, она зеленой не становится, красной кожи лица, то не сочтите за то, что я уделила вам время и вам, хотя, наверное, я уделила вам время, да, и вам, короче, вам должно быть радостно, хоть я и не передала вам приветы, но я про вас проговорила, про вас узнают люди, 4200, не, у меня там уже 4, 313, что ли, подписчиков, удивляем 3, потому что у вас трое, в общем, 4 тысячи, 310 человек, если они вот это вот посмотрят, то они узнают о вашей существовании, и вам должно быть, наверное, как-то хорошо, потому что, я так понимаю, если вы пишете и сырете в комментах, то, наверное, вы хотите внимания, вот на этой веселой ноте, для меня веселой, надеюсь, и для вас, кроме тех трех, я с вами прощаюсь, в общем, спасибо за просмотр, и до новых встреч, там у меня кот опять на холодильник залез, что-то хочется кому-нибудь, пока! Субтитры сделал DimaTorzok